Здарова танкисты, с вами Слим. На этой неделе вот консоль стартовала Черная Пятница. А это значит в игре появились новые Блэк Танки. Один из них называется Бофор Сторнваген Блэк. Это шведский тяж 8 уровня. Как и остальные танки Блэк серии, он имеет повышенную доходность боевого опыта плюс 75%. Это значит отлично подходит для выполнения контрактов и конечно же марафонов и задач, где вам необходимо зарабатывать боевой опыт. Плюс он отлично подходит для прокачки экипажа. Что касаемо бонуса серебра, то он обычный, плюс 50%. Данная машина попадает в бои к 10 уровням. Помимо перечисленных бонусов, данный премтанк, как вы видите, облачен в черный цвет. Но, к сожалению, этот скин не является стилем. И если вы хотите улучшить маскировку от камуфляжа, вам еще придется нацепить на этот танк прозрачные камуфляжи. Что касаемо самого танка, то в принципе получилась неплохая, даже местами любопытная машина. Но есть некоторые недостатки, которые в этом танке не могут не раздражать. Первое, это то, что танк весьма слоупочный и неповоротливый. Мощность нашего двигателя 500 лошадиных сил. Но с учетом нашей массы танка, удельная мощность двигателя получилась 1163 лошадиных сил на тонну. И это очень слабо. Танк очень долго разгоняется. Имея максимальную скорость 32 км в час, по прямой вам потребуется достаточно много времени, чтобы разогнать эту максималку. А если вам придется подниматься в гору, в зависимости от наклона, скорость ваша будет 15-16 км в час. А при высоком подъеме, то может упасть и до 12 км в час. Другими словами, у вас есть некоторые проблемы с перемещением. Большинство тяжей будут быстрее вас ехать. И если вы едете в стаде, которая продавливает направление, то навряд ли вы сможете оказаться на первой линии. И вам частенько придется стрелять через толпу союзников. Также, к сожалению, с такой скоростью вы не сможете ловить безопасные тайминги. И вас частенько могут подлавливать на переездах. А с учетом вашего бортового бронирования, это будет часто означать для вас потерю хп. Также вам стоит обратить внимание, что у вас очень медленная скорость поворота корпуса и скорость поворота башни. Всего лишь 22 градуса в секунду. Торнваген поворачивает свою башню и разворачивает корпус, как неповоротливый мишка. С учетом вашего слабого бронирования, вам придется отказываться от позиций, где вас могут контрить несколько врагов с разных направлений. Потому что быстро повернуть башню с левого фланга на правый вы не сможете. То же самое и с поворотом корпуса. Если враг решит выехать на вас с другой стороны, быстро довернуть корпус, чтобы подставить ему лобовую свою проекцию, дабы танкануть, вы не сможете. Что касаемо бронирования данного тяжа, то оно весьма неоднозначно. С одной стороны у нас есть необычная башня, которая имеет неплохую лобовую броню. Башня очень необычной формы и помимо этого весьма компактна. И когда перед вами торчит только такая башка, не каждый сможет нанести вам урон, если вы не довернете башню или не подставите уязвимую зону на крыше. То же самое с корпусом. С одной стороны у нас есть уязвимый НЛД, после чего идет красная планка, которая является частью Вейлдехи, над которой уже идет непосредственно крыша нашего корпуса, у которой всего лишь 70 мм под наклоном. Но с учетом углов туда танк бьется неохотно. То же самое с бортами. С одной стороны эти борта достаточно легко пробить, когда танк находится по отношению к вам под прямым углом. Но эти борта имеют идеальные ровные формы, как у немецких танков. И ромбанув или довернув корпус, наш Торнваген очень уверенно отыгрывает от бортины. И это вам, например, очень сильно пригодится в городских картах. Что касаемо нашего орудия, то оно порадует вас разовым уроном. 400 единиц для базового и голдового снаряда, плюс 515 единиц получил альфу наш фугас. Плюсами данной пушки является быстрое время сведения в 2,3 секунды. Также отличные углы вертикальной наводки. Угол склонения минус 10, угол возрушения плюс 20. Этот танк создан для того, чтобы играть от башки. Также плюсами данной пушки является хорошее бронепробитие, как для базов и голдового снаряда. Пробитие действительно, как для тяжа, очень хорошее. 248 мм для базы, 297 для голды и 60 для фугаса. Недостатками пушки является достаточно большой разброс 0,44. Из-за чего, играя даже на средних дистанциях, несмотря на наше хорошее пробитие, стреляя по не особо габаритным уязвимым зонам, вы можете остаться без пробитий. После слабой точности, вторым недостатком нашей пушки является долгая перезарядка. Но, учитывая нашу альфу, она вполне адекватна для своего уровня и в стоке составляет 15 секунд. Но, за счет досылателя и вентиля, плюс прокачанного экипажа и допайка, эту перезарядку можно нехило так сократить. Кстати, из оборудования на данном танке я использовал стандартный напор. Орудийный досылатель, стабилизатор вертикальной наводки и улучшенная вентиляция. Что касаемо снарядов, то базовый и голдовый у нас под калибр. Базовый снаряд летит 1000 метров в секунду, а голдовый является более быстрым. И скорость весьма хороша. 1450 метров в секунду. Обзор нашего тяжа, к сожалению, весьма слаб. 360 метров. В целом, у этого танка есть достаточно большое количество достоинств. Но и, к сожалению, недостатки. Самый главный, который раздражал, это его слоупочность. Из-за нее вы не всегда успеваете реализовывать свой ДПМ. Потому что вам потребуется больше времени, чтобы добраться до домашки. Плюс вы более ограничены в плане выбора направлений. И самое главное, танк с такой скоростью и поворотливостью не особо фановый. Ну, по крайней мере, для меня. Все остальные недостатки, они более чем терпимы. Да, у нас не лучшая точность, но быстрое время сведения и хороший пробой. Ну, а бронька хоть и не супер крепка, но, по крайней мере, в боях в топе она чувствуется. С учетом того, что это новый премтанк, который продается сразу со скидкой и является из серии Black. Это означает, что машина не только подходит для фарма, но и плюс быстрое выполнение контрактов, задач с опытом, марафонов. Ну и, само собой, прокачка шведского экипажа. То данная премашина точно удовлетворит танкистов, которые любят неспешные тяжи. Народ, у меня на этом все. Спасибо вам за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и прожимайте лайки. Пишите в комментариях, понравился ли вам данный премтанк. И планируете ли вы его покупать. До новых встреч. Всем пока.